Йоу, ребят, как дела? С вами Давадым, и сегодня у нас очередные разговорчики. И здесь у нас The New Tobacco. Напомню, что сегодня у нас 20 июня, и здесь в Мумуни-Таганке проходит Машнецкая крутая вечеринка для всех москвичей. Но если ты этот выпуск смотришь буквально 23 июня, то ты дохуя чего пропустил. Это тоже. Привет! Как дела, Рома? Как дела, отлично. Слушай, The New, судьба The New довольно-таки сложная. Сложная. Сложная, начиная от того бокса, который был забит потрохами табака. Да, согласен. Заканчивая уже такими современненькими красивыми пачечками. Что у вас за этот период прошло нового, что поменялось? Я там где-то краем уха слышал, что вас прям вот жестко вцепились после, до короны. Да-да-да, до карантина, у нас были проблемы, нас принимал ОБЭП. Во все тяжкие. Да-да-да-да, мы с ними год судились, выиграли суд. Ага. Ну, начали, только начали работать. Получили акциз. Получили акциз 10 марта и 21 марта бахнула корона. Да, первая нерабочая неделя. Да-да-да. И все. То есть, 20-й год был для нас очень сложным. Мы, по-первых, поменяли, ну, за это время много подумали, поменяли сырье, поменяли вообще концепцию, сделали немного другой табак. Пришли к тому, что нужны миксовые вкусы, маленькая фасовка. Выпустили 15 миксовых вкусов на сегодняшний день. Достаточно неплохо уже продаемся в некоторых регионах. Да. И получается недорого. Миксовая линеечка у вас как-то связана с географией, да? Я вот вижу, здесь Ташкент. Да. А всем ребятам, которые смотрят меня с солнечного Узбекистана, салам алейкум. И у вас есть вкус Ташкент. Да. Что это? Вы это как-то привязывали к определенным городам, как-то к определенным каким-то, так сказать, культурным вкусам? Да, да, я тебя понял. Ну, конкретно Ташкент, да. Это плов, самсой? Нет, это чай с лимоном. А, ну да. Для нас. Ну, я сам из Узбекистана, родом. Вот. А вообще идея с городами пришла к тому, что мы хотим делать розыгрыш и отправлять людей, определенное количество людей. Ну, наверное, двоих, троих. Две-три путевки, то есть в Ташкент? Нет, не в Ташкент, люди сами определяются, возможно, в Нью-Йорк, в Нилан. Ура, мама, я выиграл, да, вот ты летишь. И из Москвы, понятно, чтобы из Москвы в Москву человека не отправил. Вот. И вот примерно на этом. Чувак с Москвы выиграл. О, ребят, за нее, а где я живу? Хостел. Да. У Татьяны, хостел у Татьяны, койко-место, отдыхай. Нет, тот человек, кто выиграл, у него будет достаточно хорошая путевка, которая будет все включено. Так, что там нужно, чтобы выиграть? Ну, на сегодняшний день, подожди, это... Да я не про себя говорю, я не отдыхал давно. Мы еще с этим не определились, этот конкурс будет в конце лета, вот, на первую путевку, на двоих человек. Ну, просто единственная проблема, что люди сами будут должны решать вопрос с визами. А, ну, естественно, да, вот как решить? Да, 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 мы это на себя не будем брать, то есть человек должен со мной, и можно будет отказаться от путевки, просто мы сейчас не знаем. Ну, вы будете как-то кэшем, табаком? Да, 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 не, отдадим, наверное, деньгами, табаком. Все будут отказываться, поверь, поэтому либо ты, бля, летишь, либо ты, блядь, не летишь. Тоже, блядь. Типа, вот ты выиграл, а, чувак, вот ты летишь, допустим, во Францию, у тебя есть шенген? Он говорит, нету, за месяц сможешь сделать? Он говорит, блядь, ну, не смогу, извини. Следующего. Следующего. Ну, по-любому кто-то полетит. Ну, по-любому, да. Чтобы не получилось, да, чтобы мы кого-то никого обманывать не собираемся. Да, то есть, так, ладненько, это все круто. Что стало с баночками, консервами? Ой, ну, наверное, начнем, знаешь, с чего? Во-первых, сами банки, люди начали от них резаться. Это первое. Второе. Бля, ебать, это каким, блядь, надо быть? Ну, вот такие, знаешь, некоторым людям не объяснишь, то есть, там, ты когда берешь банку, у нее... Ну, ебать, они что никогда в жизни... Ну, хотя, блядь, это зумеры, ебать. Слушай, сколько людей? Это зумеры, ебать, они, блядь, кока-колу не могут открыть, потому что им нужно, чтобы она сама, блядь, открывалась. Да, 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 не говори. Вот, во-первых, это, во-вторых, банка, у нас в банке не было пакетика, и есть несколько ароматизаторов, которые дают с банкой реакцию. А, я понял, да, окисляются. Ну, металл. Да, 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 не все вкусы, есть 2-3 ароматизатора, которые окисляют банку, и мы решили, что мы уйдем от банки. И, слушай, во-первых, ну, если рационально, то меньше весят. Логистика проще. Да, да, да. Вот таких сколько банк можно в коробку напекать? Очень много. Очень много, да. Меньше весят, меньше занимают место, меньше стоят. Из-за этого мы не даем дорогую цену на свой табак, то есть у нас достаточно дешевая цена. Сколько? Розничная, 190 рублей 40 грамм. Ну, слушай, нормально. Это розничная цена, это уже в регионах, во всех. А, во всех уже есть. Ну, не во всех, мы сейчас представлены... В каких-нибудь крупных сетях представлены? Нет, в крупных сетях этих регионов, да. Вот в набрежных челнах крупная сеть Монте-Кристо. Ага, у них. Достаточно 15-16 магазинов у них. Вот, потом в Новосибирске сеть большая, 17 магазинов дыма нет. Там представлены... Мы просто стараемся не работать через дистрибьюторскую систему. Ну, я понял, да, она сложна, потому что сложно удержать, потом будет РЛЦ и прочее. Да, мы хотим работать напрямую с магазинами, то есть с каждым магазином по определенным условиям есть объем, от которого они могут у нас брать и... То есть мы сами хотим это контролировать, чтобы люди напрямую нам говорили, что-то забудут. Не будет ли это с вами выходить в сложность, когда вы выйдете на овер такие максимальные объемы, то, что может предоставить ваше, грубо говоря, оборудование, и вы столкнетесь с проблемами логистики? Нет, не должно. Ну, у нас есть еще кое-какое направление. Много мы занимаемся логистикой, поэтому, по идее, не должно. Направление логистики? Нет. Ну, я вообще компания грузоперевозок, поэтому поебать. Поэтому поебать. Ладно, с логистикой проблем не будет. Что меняли? Короче, я раньше, да и сейчас, в принципе, курю. Правда, у меня The New старый, а новым я только сейчас узнал. Да, все совершенно. Что? Начнем, давай по порядку. Да, короче, The New, я думаю, есть, я его курил. Вы знаете, еще с Алматы мне прислали, вы на отзор, так я его, в принципе, и курю. Средний, по крепости, чуть ниже средний. Короче, комфортный, курить можно, прикольно. Вкусы прям есть топовые. Фейхуа у вас прям была супер. И Энергетик вроде, не помню, как назывался. Сейчас у нас Energy Drink переделали мы его. Да. Да, то есть сейчас вообще про идеи переделалось с того момента, как пришли пробники к тебе. Это было очень давно. Ну, это было давно. Это вот как раз в стадии корона и была. Да. Первые месяцы короны, потому что мне пришлось съебаться в Казахстане. С этого времени мы переделали очень много. Слушай, стабачный лист совершенно другой. Сама варка другая. Ароматизаторы другие. То есть другое все. Слушай, можете ли вы сказать, что своим продуктом можете дать пососать, допустим, дейли-хуки? Ну, такой провокационный вопрос. Слушай. По факту вот этот пакетик можно спокойно запихать в пачку дейли-хуки. То есть дейли-хуки ничем не отличается. Сам табак, да. Ценой. Ну, ценой, да. Представь, типа ты дейли к себе забираешь, а фасуешь туда зенью. Короче, ребят, я этого в магазины не говорил. А то, блядь, начнется нахуй ебать. Купили дейли-хуку. Блядь, странный вкус. Вкус не совпадает. Нет, в плане того, что он с дейли-хукой не совпадает. На самом деле, мы, наоборот, говорим, вот мы сейчас немного где представлены, но достаточно развиваемся нормальными шагами. И мы людям говорим, те, кто у вас есть, покупают дейли-хуку, просто, да, предложите попробовать. Ну, да. И очень многие, допустим, даже в Москве, очень многим нравится. У нас же тем более миксовые вкусы, у дейли-хуки очень много соло вкусов. А у нас в основном миксы, сейчас будет выходить еще пять миксов. Короче, у нас по традиции, ты должен будешь забить чашечку. Да. Вновременно что-то рассказываю интересное, допустим, о своей жизни. Как семья, работа. О, так. Все, все, все. Как здоровье у тебя вообще? Здоровье вообще отлично. Семья. Я уже не молодой. Ну, как, относительно. Вот. Родился в Узбекистане, переехал вот как-то в Россию. Оказался здесь, не знаю, как. Потаксовал. Ну, практически, да, практически. Слушай, переехал в Россию и как-то, как-то пришел к табаку. Ну, слушай, если я буду рассказывать этот путь, то он очень длинный. Вот всегда было интересно, да? Вот давай этот путь вкратце и расскажи людям. А вот ты никто. Да. В Москве ты никто. Никого не знаю, да. Ты никто. Ты приехал сюда. Да. И как так? Вот почему многие люди, даже грубо говоря, давай не берем Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, какие-то другие города, мы их не берем, а возьмем тот же, допустим, город, я не знаю, Белебей. Ага, я даже не знаю такой. Бельбей, короче. Блядь, извините меня, бельбейцы, как вас правильно там зовут, город под Казанью. Молодежь приезжает в Москву и тупо здесь пропадает и возвращается уже обратно. Вот как это происходит? Вот как у тебя это произошло? Как ты так, что ты, блядь, сейчас занимаешься табаком, у тебя там акцизы, блядь, ты как бы крутишься, блядь, там по-любому какой-то отдел, блядь, подчиненные. Вот как, блядь? Слушай, ну я приехал, конечно, не совсем с пустыми руками в Москву. Ну, имею в виду, да. А, хотя, блядь, пацаны, я вам тайну раскрою, на самом деле узбеки это пизда богатый народ. Я, блядь, на себе знаю, я знаю 6 узбеков, блядь, семей, да? Их сыновья сейчас живут в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе, в Калифорнии, кто-то в бизнес в Канаде, у кого-то детейлинг-центр где-нибудь там на южном побережье, на западном побережье. Поэтому все не так просто. Нет, во-первых, у меня появился ребенок в 19 лет. У меня сейчас там 11... Типа, он родился, ему уже 19 лет? Нет, типа, мне 19 лет, и он родился, да. То есть, я когда сюда переезжал, мне было... У Глин? Вот, меня снимают, да? Когда переезжал, родился ребенок, слушай, мне было не до того, чтобы гулять, там. Много работали. У меня здесь жил брат, то есть, я приезжал сюда не просто так. Был брат, он был в кальянной индустрии. Ну, в общем, здесь такие... В ресторанах работал где-то кальянщиком. Мы начали делать мудштуки вообще изначально. А, индивидуальные? Да, не индивидуальные, вот... Одноразовые? Одноразовые мудштуки, да. То есть, мы делали одноразовые мудштуки. Все было очень достаточно хорошо. Наступила коронавирус. Китайцы подняли цену, мы кое-что покупали у них на дорогу. И сейчас она тоже поднята очень сильно. Решили бросить мудштуки и начать табаком. Начали сами варить, конечно, параллельно работали. Варить начинали, там, знаешь, без всякого оборудования, без ничего. Но по робам, путем проб и ошибок, скажем так, да. Путем контрафакта. Контрафакт не делали, почему? Почему? Мы ничего не делали. Да не я, мы угораем. Контрабанды не делали, ничего вроде такого этого. Просто сами у нас был сбыть свой. То есть мы могли делать табак, и было определенное количество заведений, куда мы могли давать и получать обратную связь. Вот. У нас была возможность отдавать, пробовать людям. Ну да. И вот с этим все слушать. Мы постепенно сам влюбился в это дело, слушай. Ни когда не думал, что буду заниматься. На что ты этим начал заниматься? Вот на что? Заработал сначала деньги, работал. Чем? Такси? Нет, я, ну скажем так, приехал с деньгами. Я был генеральным директором логистической компании. Почти. Нет, я приехал из Узбекистана, то есть просто здесь в России стереотипы у людей. Да, да нет, я сам из Казахстана, поэтому эти стереотипы в первую очередь на меня тоже действуют. Да, то есть мы были, скажем так, деньги были у нас. Я с этими взглядами сталкиваюсь, когда ты летишь, там стоишь. Путь, слушай, я хочу похвалить, просто не знаю, у многих людей складываются проблемы с налоговой, да, например, не могут получить акциз, еще что-то. В этом плане этим занимался я на тот момент. То есть столько денег, чтобы все делегировать, чтобы кто-то что-то делал, там разные люди, на первых парах их не было. И было же непонятно вообще, мы будем этим заниматься, нет. Это у нас что пахнет, Ташкент так? Да. Нет, подожди, что мы забили? Нет, это у нас пахнет Брюссель. Брюссель? Да, это арахис, голубика и клубника. Ммм, достаточно хороший вкус, сейчас мы его пахуем. Да, прям очень здорово. Нет, ну ты только должен правдивые эмоции дать. Да, нет, это, короче, эта рубрика разговоры, она вообще никак не связана с какой-то коммерцией. Да. То есть здесь можно и оскорблять друг друга. Да, без проблем, без проблем. Здесь мы пытаемся удержать всю эту тему на, блять, как сказать, на бескупюрном. Так, пришел кальянщик. Кстати, братуха, ты тоже, да, эмигрант? Ага, да, да. Ну, видишь, пацаны принимаются. Все эмигранты, получается. Да, все эмигранты. Салфеточку. Главное не уронить на вас. Толкует. Четыре? Да, четыре накида, быстрее прогреется, будет здорово. Нужно и оставить на четырех, да? А, типа пожаростойкости, с ним все окей. Короче, потому что я помню, что со старым чаевые приветствуются. Все, все, все. Раздельный счетов. Создал их месте. Слушай, вот забили в касание. Он, блядь, меня в смысле сбил. Я у тебя спрашиваю о том, что прошлый Зеню, который был в банках, а у него со жаростойкостью были проблемы. Да, достаточно. Именно не с табаком, а именно с сиропом, потому что он прям вот подкипал. Нет, нет. Да, и вылетала аромка. Быстро. Ну, мы, конечно, столько времени курить не будем, но мы сидели там, курили час двадцать, вот они до сих пор эти же кальяны курят. То есть он достаточно жаростойкий. Я просто приветствую критику. И вообще, если люди, кому не понравилось, если они аргументированно будут нам писать, они нам только помогут. Слушай, наш путь будет сложный. Ну, что, наверное, вся проблема в аргументации. На моей памяти я не знаю людей, то есть знаю их очень мало, которые могут именно аргументированно расписать, грубо говоря, неприязнь к продукту, после которой ты слушаешь его и понимаешь, ну да, тебе уже ничего не скажешь. А не вот этот, табак говно. Да. Ну, просто говно. Не, ну тут еще, понимаешь, мы же проводили эксперименты. Например, мы приходили, к ребятам отправляли продукцию, которые заранее, они пробовали банки. Ну, там реально с банками были проблемы, скажем так. Я сам это прекрасно понимаю. Относительно сегодняшнего дня. Все переделали, отправляли продукцию и чтобы они просто так про нас ничего не говорили, мы в некоторую продукцию ложили дейли хуку, покупали. И люди говорили, в нашей упаковке, да, в нашей упаковке говорили плохо про дейли хуку или наоборот говорили дейли хуку, вот именно вот вкус дейли хуку плохой, а ваш, ну или мы плохие, а они хорошие. Я понял, да, да, да. Мы старались делать, понимаешь, это же делается слепые, во-первых, это должно быть вслепую, да, понимаешь, вот мы поставим сейчас 10 кальянов разных табаков, да, одному, любому вот будет хейтер, скажем, они определенно есть у любого человека и у любой продукции, да, но мы хотим вот попробовать сделать такую, может быть, рубрику с кем-то, что мы будем звать одного прям хейтера и ставить ему вот 10 и пусть он вот найдет среди них то, что он так сильно захейтил. Он захейтит все. Ну, если только так. Без проигрыша. Если только так, я с тобой согласен. Че? Ну, давай. Ты автор кальяна, ты и взрывай. Я начинаю, да? Да. Он еще не прогрелся? Ну, пускай погреется. Какие табаки ты любишь без за нее? Я легкие. Белли Хунка мне достаточно сильно нравится. Угу. Вот. Крепкие табаки не люблю. Из-за чего? Из-за того, что для меня на первый план выступает... Именно аромка и дымность, наверное, да? Нежели чем на кунах. Выступает табачка для меня. И мне это не очень нравится. Вот именно здесь выступает дымность и аромка. Я мне это нравится. Ну, я тебе и на это говорю. Вот мне нравится, как он дымит, что идет вкус, понимаешь? Я курильщик со стажем, скажем так. И мне табачные ноты. Я курю кальян, чтобы просто получить расслабление. Слушай, чтобы не воняло вокруг. А не для того, что я... Москвичами? Чтобы просто... Даже не знаю, как правильно сформулировать, но, в общем, мне крепкие не очень заходят, потому что... Короче, просто не твое. Да, да, да. Для меня многие на один вкус. То есть, я не хочу про какие-то бренды говорить, но есть те бренды, которые, мне кажется, что они на один. Это вкусовщина, и они просто вообще... Даже в ней оправдываться нельзя. Вот просто, блядь, не курю, я крепкий, иди нахуй. Да, да, да. Этого было бы достаточно. Да, да, да. Давай, иди нахуй. Я просто не курю крепкое. Вот. Да. А давно ли ты был в Ташкенте, ну, в Узбекистане? В Узбекистане был два года назад. Там, давай развеем один миф, который до сих пор преследует, грубо говоря, многие страны СНГ, и в том числе и России. Да. Правда ли, что у вас там... Я в той сети зачитываю. Ага. В Узбекистане до сих пор можно увидеть, как старые люди сидят на скамейках и курят анашу. Да нет, ты что? В Узбекистане это полнейший миф. Ну, то есть... Ну, я не говорю, там, возможно, и курят, но не где-то на скамейках Узбекистана... Ну, раньше таки было. Раньше так было. Старики сидели и смолили. Раньше так было, но... Ты понимаешь, это сама такая страна с определен... То есть, то, что они курят, это не то, что курят в России, во-первых. Да? Это разные вещи. Во-вторых, там такая страна, все люди добрые. Ты понимаешь, все люди... Короче, Узбекистан... Короче, сколько нужно суммов, чтобы купить новую Nexia? Сколько мешков, рюкзаков, денег нужно, чтобы купить новую Nexia? Так, ну где-то миллионов... Чтобы вы понимали, самая большая купюра суммов это... 100 тысяч. Сум, да. Да. А сколько стоит пачка сигарет? Пачка, ну, два года назад стоила 15 тысяч сумм. То есть, понимаете. И сколько нужно сумок, чтобы килограммов денег... Очень много, да, да, да. Это проблема Узбекистана, на самом деле. Но в Узбекистане, как в Америке, все цены в долларах. Ты понимаешь, Рая? Все в долларах. Но при этом долларов нет в стране. Уже этого вопроса нет. А, как умер президент, все. Короче, да, я забыл. Короче, ребятки, я был еще при старом президенте, и там было очень сложно. С валютой было очень сложно, и когда я прилетал на смену, я сразу ребят предупредил, ребят, мне в валюте, потому что, ну, эти сумки я не утащу. Да. Я жил в гостинице, и в этой гостинице, кроме меня, на этаже никого больше не было. Потом я прилетал уже с новым президентом туда, вы не поверите, и я увидел кучу туристических автобусов. Да. Мы приехали в ту гостиницу, там не оказалось мест. Да, 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 да. Там достаточно сильное развитие идет в страны. Да. И сейчас проблем никаких нет. Слушай, Узбекистан, просто у людей, ну, стереотипы. Маленькая страна, ну, относительно России, маленькая, много населения, но они молодцы. Это трудолюбивая нация, и молодцы. Они one love. Слушай, я родился в Узбекистане, по нации, ну, не узбек. Вот, поэтому... Кто? Уйгур? Я? Нет. Моя нация не очень понравится твоим зрителям. Наверное, мы ее вырежем, евреи. Здесь, в России, живут одни антисемиты, блядь. Даже вырезатели мы. Грошки, ты сказал, что любишь дейлиху, какие табаки ты еще любишь? Так, смотри, в основном я курю дейлихуку. Ну, естественно, свой. Ну, нет, мы свой убираем, но мы не рекламируем здесь за нее. Так, смотри, что еще? Какие-то легкие турецкие я курил. Как тебе лира? Лиру я не пробовал, но... Как-то непросто, она сейчас в Узбекистане просто... Ну, я же не Узбекистане, я сейчас здесь. Топ-топ, ну... Ну, ладно. Я же сейчас здесь. Аргумент, да. Я же не в Узбекистане, я говорю вот два года назад про лиру знать никто не знал. Я там был последний раз два года назад. Курю, вот щербет могу покурить. Ну, слушай, я, знаешь, я клиент мечта кальянщика. Я пришел и попросил ягодный, свежий, и все. То, что у него на доске осталось, в принципе, тебе подходит. Да, 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 да. Короче, смотри, еще один интересный вопрос, касаемый The New. Назови три вкуса, по твоему мнению, прям вот топ-бестселлеры. То есть, тема, те именно вкусы, с которым нужно познакомиться в первую очередь с этими вкусами. Вот ты пришел в магазин, видишь перед собой The New. Какие три вкуса нужно купить, чтобы покупателю ознакомиться с продуктом? Ну, обязательно Ташкент. Я тебе говорю свое вкусовое предпочтение. Ташкент для меня, мне очень нравится, там маленькая чайная нота. В основном лежит лимон и земляника. И маленькая чайная нотка. Для меня это просто, мне очень нравится. Есть спорный вкус с жасмином. Мой любимый, называется Милан. Милан многим людям он нравится, многим людям не нравится. Но тут, знаешь, как... А почему жасмин с Миланом? Ведь все-таки жасмин больше ассоциируется именно с этими странами Азии. А мы не хотели, мы не хотели ассоциировать это с этим. С чем... Это ассоциации со вкусами мы не хотели, чтобы они были напрямую со вкусами. Мы преследовали другую цель. Алматы нету? Алматы будет. Пока нету. Будет Киев, Алматы. и еще... Баку, и еще несколько городов. То есть будет еще пять вкусов. А Минск? Минск пока еще ближайшее время нет. Но белорусы красавцы. Просто Минск. Есть свои причины, я не знаю. Ты как производитель, грубо говоря, я амбассадор своего продукта. здесь есть по-любому вкус, которым ты разочарован. Вот он отстает от всех. Ты до него достанешь, ты его забьешь в самую последнюю очередь. Какой это вкус? Так, слушай, ну это же нужно посмотреть. Ну вот. Что он у нас здесь лежит. Ну, а, все, 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 все. Есть просто банальный вкус. Понимаешь? Он у нас есть в линейке, но он достаточно банальный. Но он очень хорошо продается, почему-то он людям нравится, но мне нет. Это холодок, арбуз, дыня. Ну, да. Понимаешь, он просто получился такой достаточно... Мы его вроде сделали, потому что на него есть запрос. Да? Ну, это самый классический вкус. Да, на него есть запрос, но он классический, похож со многими вкусами. У нас, видишь, табак достаточно яркий. Вкус достаточно яркий. Вот мы курим на четырех кулях. Ты чувствуешь, что он там вверх? Нет, ну, я знаю, что я заметил, что он очень сильно послабел в крепости. Если старый за ней, он прям немного давал крепости, то здесь прям грубо говоря, сегмент, да, прям. Нет, мы... Слушай, ну, не будем никого обманывать, да. Для нас мы ориентировались на крепость Дели Хуки, потому что, я же говорю, я сам ее и курил. Вот. И плюс-минус по крепости, я думаю, похоже. Нет, да, на самом деле похоже и по аромке, я скажу, что нормально. По вкусопередаче. По вкусопередаче. По дыму как-то. По дыму. Но единственное, знаешь, чего здесь не хватает? Максимальной сладости Дели Хуки. То есть, она прям перенасыщена аромкой. И вот этот, скорее всего, за это и любит Дели Хуки. Возможно, возможно. Но, слушай, мы, по крайней мере, пока люди только знакомятся с нашим продуктом, мы же и преследуем цель, чтобы люди один раз попробовали. Если мы не собираемся никого обманывать или впаривать что-то, да, люди один раз пробуют, если им нравится, дальше мы уже, мы, если им не понравилось, никакие слова им не помогут. Все, я понял. Слушай, получилось здорово, забил прикольно. Ненавязчиво, некрепко. То есть, по факту, да, ты вышел на эту летку, да, сел и просто куришь, и по факту, за счет жиростойкости можно просто сказать, не подходи. кальянчику. только меняют угли. Теперь давай маленький, такой финальный блиц-опрос. Отвечать надо очень быстро, минимум думать. Это, конечно, я еще сам не привык к таким вопросам, потому что для меня это сложно их быстро сгенерировать. Как ты знаешь, у нас нет сценарий, я вообще... Да, давай постараемся, постараемся. Самый лучший кальян? Альфа-хука. Самый лучший табак, кроме за нее? Дели-хука. А самый лучший город? Наваи. Как? Наваи. Наваи? Да. Это что такое? Это город, в котором я родился. А, я понял. Самый лучший город ты имел в виду вообще? Да, да. У меня этот город самый лучший. Наваи, да. Та страна, в которой ты мечтаешь побывать? США. Самое лучшее блюдо? Можно не быть? Для меня самое лучшее. Плов ташкентский? Несколько с изюмом? Ну, скорее всего, плов, да. Но я еще очень сильно азербайджанскую кухню люблю, поэтому тут пару блюд, скажем, в моем рейтинге. Два на первом месте. Знаешь ли английский язык? Не в совершенстве. Не в совершенстве. Калову пока. Enter escape. Я понял. Самый любимый вкус? Именно по аромке. Вот там, типа, дыня, арбуз, там, вот что такое? Нет, вот после... Вот что-то больше всего куришь. Вот меняется все время это предпочтение. На сегодняшний день больше всего я курю овсяную кашу. Вот не знаю, она такая сливочная и больше всего она нравится. Знаешь, что такое Слава КМТМ? Да, знаю. А, Лев Ромацина? Знаю. Кирилл Тесла? Знаю. А, Дэвид Родригес? Тоже знаю. Какого хуя он здесь делает? Вообще в душе не ебли, а приглашенный, как его есть. Я понял. Ну ладно, ребятки, это у нас The New, я думаю, такие вот форматики, здесь нет ничего, грубо говоря, такого важного. Да, это обычные разговоры, смотреть, не смотреть, дело вам, но я думаю, Рома с удовольствием через пару дней зайдет на YouTube канал и прочитает все, как он жарит, и ответит, да, на них. Поэтому пишите свои вопросы, где купить там, в каких городах сети, если так же, здесь уже на правах рекламы, конечно, я подсоблю. Кто хочет заниматься табаком The New в своих магазинах, в своем городе, пишите, грубо говоря, напрямую и ребятки уже там с вами решат. РРЦ топ, новые пачки есть, новые вкусы есть, как я понял, есть классическая линейка, есть линейка миксов, есть, и еще все-все-все впереди. Поэтому не упозите возможности и запрыгните в этот вагон, пока он еще не ушел. Ну все, пока-пока. Пока-пока.